Также в ходе оперативного совещания глава региона заявил, что готов предоставить свой служебный автомобиль для нужд автоволонтёров, которые разводят продукты и лекарства для заболевших. Сейчас в рядах добровольцев также нуждаются и в неравнодушных гражданах, которые готовы вступить в ряды волонтёров для помощи людям, которые оказались на самоизоляции. Антонина Веснина уже более года занимается волонтёрской деятельностью. Пандемия коронавируса сподвигла девушку уделять хорошему делу больше времени. Делая мир добрее и помогая всем тем, кто в этом нуждается, Антонина делает счастливее саму себя. Участие в волонтёрской деятельности мне даёт определённое душевное удовлетворение, что я помогаю, что я делаю что-то полезное в этом мире, что я живу не зря. Вот так с улыбкой почти каждый день волонтёр помогает нашим землякам. Добрые дела должны идти от сердца. Таков жизненный девиз Антонины. Это должно быть определённой потребностью человека. Если он хочет помогать людям, он должен это делать. То есть нельзя себя заставить. Если ты будешь делать это через силу, это не будет тебе в удовольствие. Это нужно делать. Если ты захотел, ты должен это делать. Сегодня достаточно большое количество человек находится на учёте в региональном управлении Роспотребнадзора, как близко контактировавшие с заболевшими. Среди них и одинокие лица старшего возраста, которым нужна помощь в обыденных делах. Антонина в свободное время почти ежедневно принимает заявки по доставке лекарств. Перед каждым выездом на дом волонтёр проходит инструктаж, получает средства индивидуальной защиты и получает список заявок. Сейчас приходишь в аптеку, говоришь, что ты волонтёр, который едет развозить лекарства. Имя, фамилию, там записывают твое имя, фамилию. Ты берёшь пакетики, обязательно масочки надеваешь, перчаточки надеваешь. Получив задание и прослушав инструктаж, волонтёр идёт в аптеку. Получает лекарственные препараты, подписав все документы. Выезжает на адреса для доставки. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста, лекарства. С соблюдением социальной дистанции Антонина выполняет свою задачу и выезжает на следующий адрес. На сегодняшний день более 20 волонтёров помогают самоизолированным гражданам. Добровольцев совсем не хватает, ведь на карантине дома находится уже более 780 человек. Было бы здорово, если бы неравнодушные граждане, а ещё и если они на своём автомобиле присоединились к нам, помогли нам в этом нелёгком, но благородном деле. Если у вас есть желание помочь всем нуждающимся, вы можете вступить в ряды волонтёров. Для этого вам нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте добро.ру и пройти обучение. Более подробную информацию о наборе добровольцев умойте узнать, обратившись в ресурсный центр добровольчества по короткому номеру 60188. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.